Девушки отдыхают Роза Эльнамри, Люда Шипенюк, Марины Шевченко и Аллочки Ковальчук. Я придерживаюсь по своему опыту, что не надо держать. Это не твой вариант. Марина? Мне что там и париться вообще. Однозначно до свидания. Что там? Довольно категорично. Да. А вы что думаете? Надюш, во-первых, если я уже своего мужа выбрала, то он, наверное, самый лучший, понимаешь? И вот так просто помахать ручкой ему я, например, не готова. Но как врач все-таки для меня главное не лечение, а профилактика. Если бы я только почувствовала где-то, что он хвостом виляет или кто-то перед ним, то я бы, наверное, приняла меры. Роза? Я считаю, что жизнь – это борьба. Ты должна незаметно за него бороться. Но он не должен этого понять. Как вы уже поняли, наши подруги распределились, согласно своей точки зрения, за столики для дискуссии. Красный столик – это противницы борьбы за мужчину, который уже, как говорится, намыли лыжи и собирается или уже гуляет на стороне. Зеленый столик. И здесь очаровательные дамы, которые считают, что за мужчину нужно бороться, ведь вы его выбрали, а значит, он самый лучший для вас. Интересно и ваша точка зрения, мои дорогие. У вас есть возможность проголосовать. Если вы за то, чтобы бороться за отношения, и не стоит к сопернице мужчину отпускать, голосуем зеленой стороной карточки. Если вы считаете, что ему еще и под зад коленом надо дать, тогда красной стороной. Пожалуйста, голосуем. Большинство считает, что удерживать такого не стоит. Но есть о чем поговорить, потому что если бы это решение отдавалось так просто, выгнало, да и все. А жалко, потому что сердцем прикипело. Я вот считаю, что соперница, просто другая женщина, это не причина для разрушения отношений. Если у тебя интересный мужчина, неужели ты думаешь, что никто этого больше не замечает? Вот, абсолютно. Стань для него лучше. Точно. Тут одно дело, стань лучше, а другое дело, ты видела его с другого женщины. Сможешь ли ты настолько все качественно отыграть, умно вести, умно, ну не знаю, это из 100, наверное, 1-2% женщин справятся с этим. А знаешь, что я тебе хочу сказать? Я эту ошибку когда-то делала. Когда женщина начинает бороться за мужчину, вот когда назревает измена, она начинает бороться с соперницей. Они самой собой лазят в телефон, читают смс-ки, и это разрушает отношения. Я считаю, что в такой ситуации нужно сначала поговорить с мужчиной, услышать его аргументы и тогда уже выстраивать свою линию поведения. Проанализировав те многочисленные вопросы и жизненные истории, которые вы, мои дорогие, присылаете во «Все будут добрые», я выделила три основных момента, которые можно назвать мужскими аргументами. И вот по этим моментам мы и будем вести дискуссию. Мужчина говорит, что он хочет кардинально изменить свою жизнь. Вот он чувствует неудовлетворение, все идет не так в этих отношениях, и он готов завязать новое. В жизни все равно бывает так, что либо вам сложно, завтра надо что-то новое. Точно так же бывает и мужчины, они что же не железные. Когда мужчина начинает искать поддержки на стороне, когда он не получает ее дома от жены. Правильно? Нет. Одно дело там у него какой-то кризис, чем-то помочь, чем-то поддержать, а другое дело, когда ты конкретно знаешь, что у него другая баба. Ты понимаешь, до того, как начнется новая женщина, сперва начнется кризис. А потом, если ты ему не поможешь выйти из этого кризиса, то появится новая женщина. А вот тогда ты будешь разбирать совершенно другую ситуацию. Хорошо. У моих знакомых была такая ситуация. Они вместе были два с половиной года. Тут в один из них у меня приходит каждый. Я устала от всего, работа надоела, быть надоел. Я уезжаю на заработки за границу, в Польшу. Та, что делать, поддерживать. Я поеду с тобой. Потому что так как в Эстинс, у него и там была женщина. Поддержка это не означает быть все время рядом с ним. То есть поддержка иногда это отпустить его где-то. Когда дошло до дела уезжать, он и в Польшу не уехал, и с ней распрощался, и тут нашел новую бабу. Но если он не идет навстречу, вот он понимаешь, у него только одна мысль. Вот что-то у моей Жени не так. Вот если бы я подстраивалась под своего первого мужа, да, я сначала, вот мне не нравится в тебе то, я старалась. А потом мне, стоп, Алла, ты уже не Алла, ты уже, знаешь, он уже себя лепит что-то непонятное, и ты теряешь свой образ. Значит, ты позволила. Нет, ты не позволила, я развелась с ним просто. И я сейчас понимаю, почему сохранились мои отношения с Алешей. Мы уже вместе 17 лет, уже 8 лет. И сколько раз я хотела уходить, и помню, что я хотела это делать, чтобы он за мной прибежал, и я занималась собой. Когда я не капала ему на мозги, то наши отношения стали крепкими, и он просто перестал смотреть на других женщин. Он смотрит на них даже рядом со мной, но я уже не ревную. Почему вы говорите, вот для вас борьба, это значит, встала на колени, держась за пол, оставайся любимой со мной. По жупости, если он получит ту теплоту, ту поддержку, ту перемену, те какие-то новые горизонты со своей женой, ты поменяешься. И он рядом с тобой поменяется. Да, Людочка, он факир играет на флейте, а я как кобра должна, да, вот вы? Должна быть мудрее. Девочки, ну такой, ты должна быть тактиком. Пусть он думает, что он играет на флейте, понимаешь, музыку-то заказываешь ты, а лучше. Да, знаешь, что у него другая баба, он там с другой бабой, а ты включаешь тактику, стратегию. Тебя должен интересовать он, а не баба. Нет, ты включаешь. Но это месяц, два, а он лежит на диване и мечтает. И в таком случае пошел вон. А давайте еще посмотрим с другой стороны. Вот я поборолась, вот его переклинила, он собрался уходить, тут я за него борюсь, оставайся любимой, тра-та-та-та-та-та. В итоге он остается, ему показалось, что что-то поменяется. А потом всю оставшуюся жизнь он меня винит. Ну подожди, но уйти он всегда успеет. Моя недовлетворенность, моя, ты во всем виновата, ты искалечила мою жизнь. Мне кажется, то, что женщина в какой-то момент вступила в борьбу, условно говоря, за отношения, это не означает, что это навсегда. Да, она приложила какие-то усилия для того, чтобы помочь мужчине, у которого кризис, ему все надоело, ему хочется чего-то другого. Но если его, она и так, и так, а его не удовлетворяет, тогда уже можно ручкой махать, а не сразу. Как вам такой вариант? Я вспоминаю историю родителей моей подруги. Уже она достаточно взрослым человеком была, они 20 лет в браке. И вдруг он, инженер, высокой квалификации, жена тоже с высшим образованием, интеллигентная культурная семья. Да, он влюбился и полюбил, и ушел к этой женщине, она продавец на рынке, кстати, и до сих пор. Прошли годы, скажем так, женщина оправилась от удара, потому что она не боролась за эти отношения. Она сказала, дорогой, ты сделал выбор, иди, пожалуйста. Он пошел, и вместо того, чтобы расти дальше профессионально и путешествовать за границу, в том числе в связи с профессией, как было намечено раньше, теперь он, простите, вместе с ней на рынке эту точку держит. Вот так распорядилась жизнь. И что он говорит теперь? Дорогая, если бы ты тогда за меня поборолась, то сейчас бы мы вместе с тобой по заграницам разъезжали. Я не на его стороне, я рассказываю историю жизни. Но я прошу сейчас вас, друзья мои, взвесить все аргументы за и против и проголосовать. Вот именно по первому вопросу. Если мужчина приводит аргумент, что у него кризис, он хочет кардинально изменить свою жизнь, и, возможно, с другой женщиной у него получится, стоит ли в этом случае любимой побороться за отношения, что-то предпринять или сразу сказать, ах так, иди отсюда. Если вы за то, чтобы что-то предпринять, зеленая карточка, если против, красная. Прошу голосовать. Больше половины наших гостей согласны, что нужно побороться за отношения. Это не замужняя женщина. Теперь переходим ко второму аргументу. Вот это я считаю цинизм. Когда мужчина, будучи с вами в отношениях, вдруг заявляет, что-то я не нагулялся, наверное, давай я погуляю. У меня просто отняло до речи. Это однозначно, любой женщине надо сказать, грибы гуляй. Роза с Алексеем 17 лет. Это же как раз ситуация, когда вы не нагулялись, ни ты, ни он. Да, 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 да. Именно из-за этого у нас и случались разрывы. Он намекал, что нужно побыть одному. К счастью, я, когда вышла замуж за уроста, он уже нагулялся. Он женился, когда ему было 30 лет. И, наверное, первые года два или три еще назвали мы вот женщины, которые вздыхали по нем. Мне снится сон, что иду я и встречаю своего мужа с барышней в обнимку, чуть ли не целуется. И вот во сне я беру ее за волосы и сбиваю так. Я просыпаюсь, думаю, матерь боже. Если это подсознание, и если я себя так поведу в ситуации, когда я его увижу с кем-то в близких отношениях, то это будет абсолютно неправильно. То есть я прошла через все эти периоды ревности. Когда родился ребенок, Галочка, трудности были разные. И скорее даже не с тем, что он хотел пойти погулять. Он настолько поменялся, и для него была дорога семья, когда я услышала от него фразу, говорит, Люда, ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь меня там ругать, обзывать, все, только никогда не говори, что ты со мной разведешься. Потому что я не хочу тебя терять. Потому что он классный мужик, поэтому так говорится. Конечно, классный, поэтому я за него и держусь, Ауся. Но у меня есть подруга, которая вышла замуж в 17, ему было 19. Двое чудесных детей. Она хозяйка такая в доме, как ты говоришь, там бутерброды, вот так. В 40 лет прозвучала именно эта фраза. Надо мне пойти попробовать всех остальных. И он пошел гулять. А она что? Сперва это была домохозяйка, вот такая вот уже со временем. Она стала тоненькая, красивенькая, интересненькая. Она села за руль машины, начала ездить по своим делам. То есть женщина полностью изменилась. Он пожалел, что он ушел? Конечно, пожалел. Ну, в конечном итоге, конечно, она его пустила обратно. Они пожили недолго. А потом выгнала его. А потом выгнала его. Кризис в наших отношениях. Я попала на проект Холостяк. И Роза показала всей стране, как она может и мстить. Это тоже борьба. У меня, допустим, тоже есть одна пара. Там жена девочки, она ему до и все. Она такой ангел, она намного младше него. И вот они уже седьмой год вместе. И по сей день Винчене нагулявся. И по сей день она на все закрывает глаза. И его пытается понимать, а он так и не изменился. Поэтому тут отпустишь погулять, а Вин до 40, до 50 буду гулять. Дальше шо? Мне папа с детства говорил, что Роза, мужчины, они полигамны. Если мужчина нормальный, он будет смотреть на красивых женщин. И не стоит никогда разрушать отношения из-за того, что ты там кому-то приревновала. Дело в том, что очень много женщин, которые хотят выйти замуж. Я опять-таки на своем примере. Вот мама прожила с папой, было 50 лет. И мы уже выросли. Она борется и борется. А он уже сказал, я прихожу, Ира, домой. Мне вот борщ твой вкусный. А я думаю, что она сегодня приготовила? Кто она? Любовница? Любовница, да. Мы бы уже с моим братом старшим говорили, мама, ну не надо, ну нужно уже расстаться. Ну не надо стараться сохранить этот брак. Мы уже взросли. Ради детей, потому что раньше было ради детей. Это неправильно. А он не определится. Если мужчина начинает говорить такие слова, ты должна знать себе цену. Иди гуляй. Это не мужчина, это слабак. Да, Марина? Да, слабак, больный на голову. Итак, время проголосовать. Если вы считаете, что после аргумента я еще не нагулялся, стоит бороться за отношения с таким мужчиной, поднимите карточку зеленой стороной. А если думаете, что это вообще не аргумент для продолжения отношений, тогда красный. Правильно, уважайте себя. Единогласно, фактически, да. Есть еще одна проблема, которая приводит к разрыву многих отношений. Муж заявил, нам, наверное, нужно расстаться, потому что я так устал из-за груза навалившихся проблем. Вот семейную жизнь я почему-то сравниваю с ремонтом. Вот когда начинаем мы в квартире ремонт. Да, я могу трещинку заделать, но батарею снять и понести я не могу, у меня силы не хватит. То есть он должен вместе со мной участвовать в этом ремонте. Принести хотя бы цемент. Он говорит, я устал. Если он устал, значит пусть он в пансионат и отдыхает там. То есть получается, что у мужчины такая тактика. Женщину он встречает, и она ему нравится, потому что у нее нет проблем. А жизнь состоит из разных периодов, и проблемы появились. И тут он что начинает? Искать ту, у которой нет проблем. Мужчина гораздо больше ценит не ту женщину, у которой нет проблем, а решить, которой проблемы может он. И когда ты ему скажешь, милый, если бы не ты... Леша раньше говорит, почему ты никогда не просишь у меня помощи? Почему ты никогда не просишь? Почему ты не прислужишь? А я ему... А сейчас я... Ой, не могу ножку поднять, помоги. Помогает. Ты можешь развернуть ситуацию в свою сторону. Лучший способ создать ему еще новые проблемы. Да? Как в анекдоте, да? Плохая жизнь совсем плохая. А другой говорит, купи козу. Вот козу купила, могу встречаться. Ой, нет, жизнь была прекрасна. Таким образом, подкупить козу, я понимаю, отпустить мужчину в другие отношения, чтобы он понял, что такое настоящие проблемы. Да приползет он. И заняться собой. Мы тоже подошли, когда к определенному кризису. Я кардинально поменяла свою жизнь. Я пошла на телевидение. Я начала ездить на конгрессы. Все, ему уже некогда следить за своей усталостью, он следит за моими передвижениями. Я сейчас прихожу домой, и он мне говорит, Люсенька, ты стомылась? О, и у меня так говорит. И приносит мне ужин и чистит фрукты, понимаешь? То есть, а до этого он тоже был уставший. То же самое сделала я, когда я почувствовала, что вот-вот наступает этот груз проблем, их нужно решать. Я похудела на 23 килограмма, к телевидению добавилось кино. Я стала очень занятая, поэтому все стало хорошо. Ну, это розовые, конечно, очки мы одели, помечтали. А наши женщины, они борются, нравится, не нравится, они у Божьего останутся. Потому что, думаю, так, если он сейчас уйдет за эту дверь, все, жизнь закончилась. Девочке, жизнь будет другая, поверьте мне. Да, жизнь только начинается. Единственное, что бы я рекомендовала в такой ситуации, в моменты вот этих вот разборок и горячки, главное удержать свою эмоцию. Да, держать в руках себя. Не наговорить тех вещей, после которых вернуться нельзя. Закусить надо язык, и чтоб ты осталась все равно на коне. А не так, что наврежь глупости, еще ты будешь виновата. Хотя он гулял, он не прав. Давайте разберемся с мнением наших гостей по поводу аргумента «Груз проблем меня утомил, я ухожу». Стоит ли в этой ситуации бороться за отношения? Если да, зеленая карточка, нет. Поверните карточки красной стороной. Прошу голосовать. Нет, нет, не бороться. Смотрите, как в жизни, вот как на Доггей Неве, нужно все способы перепробовать. Но если вы видите, что вы поворачиваетесь душой и лицом, а он к вам поворачивается попой, с этим человеком вам не по пути просто. Я скажу сейчас как врач. Семья, как бы там ни было, это вот новый организм, который вы создали вместе. Если этот организм болеет, то его надо лечить. Главное понять вот эту грань, где еще можно лечить, а где уже заказывать службу. Мои подруги, которые не пробовали бороться за своих мужчин, вот они сейчас стали одинокими и наблюдают, как они живут счастливо с другими женщинами. Все правильно, ты все правильно. Спасибо огромное. В любом случае, решать вам. Надеюсь, что мы помогли вам сегодня определиться. Спасибо. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»